Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Ой, в общем, привет, пацаны. В общем, как видно у меня, как слышно. Жду вас, когда вы подключитесь, пока в сайтах читать не буду. Пообщаемся с вами по поводу баттлы. Я поеду на студию записывать новый трек. Вот, еще я записала новый трек на выходных. Еще в понедельник, наверное, когда им выйдут раунды в аудиозаписи. В наши с прокилограммом последнего баттла выйдет аудио. Короче, блядь, все, что я вам обещала, что сейчас будет рэп, будет. Просто я еще занимаюсь работой, типа, которая вообще совершенно несовместима с происходящим, типа, в рэпе. Что-то мне очень много пишут в личку по поводу баттла. У меня реально очень много сообщений, типа, я не могу ответить всем. Но готова пообщаться с вами тут, типа, задавайте все, короче, вопросы, которые вас интересуют. Вот, и также можем почитать фристайл лоооо, ракомакопо, ёпта. Поставить вот такой айфон, надеюсь, он не сядет быстро. Всем привет. Спасибо. Мне, короче, не очень понравилось. Ну, нет, мне понравилось. Ну, просто, пацаны, я, типа, короче, бросила курить недавно только. И у меня проблемы, типа, с дыханием, с вот этой, типа, хуйней. Ой, еще у меня, короче, была небольшая проблема, такая, подвал изгибал, конечно. У меня была такая проблема, то, что у меня выпал и нейр. Если вы заметили, то у меня выпал и нейр, и я не могла, короче, у него он выпал и запутался в моих волосах. И я поправляла его, и, короче, я не слышала вообще ничего. Потому что, когда ты стоишь на сцене, там, мониторы, все это дерьмо, и я вам отвечаю. Я не слышала вообще свой текст. Я слышала вот только людей, орущих в зале, мне было по кайфу, и я читала все вот так вот, как, типа, блядь, как надо, короче. Сейчас, подождите, я возьму, блядь, почистить Айкос надо, этот ебучий. Это просто вот это мракобесие, короче. Спрыгнула сижек на Айкос, моя жизнь стала лучше немножечко, после того, как я перестала курить сигареты. Но, блядь, с Айкосом моя жизнь стала немножечко заебистей. Так, мы ради Бальдакки. Я бы встала в пару батля, пару ни с кем больше. Блядь, не знаю, короче, с кем еще. Да ни с кем, с Рыбаком только, блядь. Вот, я просто, про килограмм им так получилось, типа, что мы решили ворваться в турнирку, потому что Рыбак, он такое, типа, он, ну, типа, ему это не надо, короче, вообще, эта история, типа, с турнирами, со всякими. Он уже давно доказал, что он охуенный, блядь, дядя, и вы все это знаете прекрасно. Вот, Левочка, Рыбак, если ты нас смотришь, ты знаешь, что ты, блядь, мой батя вообще. Я люблю, я курю Айкос. Вот, чищу его. Вот, встала бы в пару ни с кем. Ни с кем в пару бы не встала, кроме Левора, пока, и вот, продолжаем еще с прокилограммом. Но это чисто исключение, такого не будет никогда больше, короче. В день у меня не уходят пачки стиков, даже я курю намного меньше, чем сигареты Айкос, и особенно, когда я работаю, у меня, короче, уходят, вот, я не знаю, сегодня. Короче, на два дня мне хватает пачки стиков. Спасибо. Я считаю, не то, что мы прям охуенно разъебали, а то, что, блядь, эти долвоебы совсем хуево застелили. Ну, вот они реально прям, ну, совсем. Блядь, Индиго еще нормально, но он просто не въезжает туда вообще, ну, по стилю, по-своему, типа, мне кажется так. И это не та пара, с которой бы я хотела бы дальше побатлиться. Я думала бы, и я тоже, мне кажется, то, что мы будем с ним батлиться, но на самом деле я считаю то, что этот тип, как его, блядь, зовут, сука, забыла, Исмаилов, короче, как, короче, этот, Гоукила. Вот. Он же, типа, ну, нормальный тип, и, как бы, мы вроде с ним общались, и ничего против него не имеем. Я бы с удовольствием вышел, да, конечно, я бы с удовольствием разъебала бы Букера и Мози Монтану. Вот, блядь, пожалуйста, я уже давно об этом говорю, и я заебывала Букера, вела тут прямую трансляцию, он не хочет. Мы не, нет, мы не дружим с Эмили, просто произошла такая неприятная ситуация на прошлом батле, остался осадок у меня, мне хотелось пообщаться и выяснить отношения по этому поводу, потому что они пришли на батл. Но я не стала выяснять отношения перед батлом, хотела сделать это после, а выйдя на сцену, я уже увидела, собственно, Машу, блядь, Эмили, сестру ее. И они, как бы, пообщались, извинились передо мной, там, типа, все дела, и, как бы, все, ну, мы решили спокойно, выпили там с ними, и все. Блядь, они обычные телки, типа, без всяких таких, каких-то охуевших своих загонах, ну, как мне показалось, и поэтому мне было, короче, нормально с ними пообщаться, как бы, нет, мы не подружки, все вот так. Я респекту Юли Киви, но не батл с ней, два раза уже предлагали с ней батл, но, пиздец, кого бродить, да гала, да мне, блядь, никто, не против кого, я ничего так не имею, блядь, у меня нет каких-то таких рэперов, которых я прям ненавижу, блядь, вот этот Букер ебаный, вот он меня бесит, блядь, просто, он такой сальный, прям, блядь, отвратительный, ну, вы просто видели его, какой он ужасный, про вареники какие-то говорит постоянно, он даже не жестко это говорит, а как-то противно вообще, мне не нравится, короче, ебай, я тогда во втором ряду на батле стояла, вообще обуелся, я пробовала, я не понимаю, про что ты говоришь, но, блядь, Шипа пришел, мой братишка тут, короче, блядь, охуенный кореш мой, вот, все, блядь, подписывайтесь на него, мы часто ведем свои конституции, я его обожаю, и мы скоро приедем к историческому, вот, батл, видимо, хороший, потому что я смотрела батл, у меня постоянно приходили сообщения, я не могла посмотреть, от Натальи Бантеевой мне не пришел, еще респект, пока она не посмотрела, походу, вот, но она была там, топа была не то, чтобы тухлая, просто, блядь, я, короче, ну, хороший килл вообще, блядь, просто, вы знаете, как он меня удивил, я вот сейчас скажу такую плохую вещь, но я, нет, это не настоящие яблоки, я, короче, блядь, вообще, типа, ну, как бы, охуела с него, как он клево сделал, потому что я думала то, что он сделает, блядь, хуже, типа, ну, не хуже, а по-старперски, вот как вот эти, блядь, вообще, этот, еще, хотите прикол, блядь, вот это вообще вы сейчас охуеете, я могу, блядь, скрины, переписки показать, они написали, все, короче, без мамок всяких, без мамоебса, короче, вообще, про мать, про семью, ничего нельзя, я только пересмотрела, когда батл, вот сейчас посмотрела его, я поняла то, что он там сказал про меня, типа, то, что я страшная, моя мамка страшная, могу вам скринфот к моей мамке, очень похоже, но, как бы, ну, страшная, страшная, че, блядь, зато рэп покруче, чем он делал, не знаю, вот, а, блядь, как, и мне же пишут то, что я красива, много людей, вот, помнишь, Чейни говорил, миллионы мух не могут ошибаться, вот так вот, как-то так, на самом деле, я, блядь, стараюсь, ребят, вы не представляете, я, маму фотку показать, кстати, у меня лежит фотография, мама, короче, это моя мама, это Ксюха маленькая, вот, это я, типа, пацаны, вот, моя мамка, вот, мой разъебный маникюр, и, короче, вот моя мама и Ксюха, вот, еще раз вам, чтобы вы, блядь, запомнили, короче, вот, чтобы вы посмотрели и ничего больше не говорили, по Артурам, побаттлила бы с Артуром, каким с Гоукиллой, может быть, блядь, я не знаю, короче, ну, блядь, если побаттлим, то побаттлим, просто делаем хороший баттл, просто я, короче, не люблю, типа, разъебывать на баттли типов, которых я вообще не знаю, против которых я ничего не имею, когда я посмотрела, кто такой Алекс Индиго, ну, короче, мне тяжело тоже давался, он, этот баттл, ну, легче, чем даже Маша Хима, по определенным причинам, несмотря на то, что текста, там, блядь, писались вообще в жутких условиях, ну, не в жутких условиях, а просто в перелетах, в непонятном состоянии, в диком фристайле, на море я поеду скоро, но не с тобой, вот, как бы, такие дела, в общем, камни на стене, камни в стене, да нет, конечно, не настоящие, это вообще обои, я, короче, когда заехала в эту квартиру, они, блядь, были тут, как бы, ничего не менялось, с кем будет следующий баттл, пока, что неизвестно, прошли ли мы в турнирку, но, мне кажется, то, что мы прошли, вот, мне 20 лет, вам же, Алекс Индиго сказал уже, это прикольно, потому что мы, короче, с Лёвой Рыбаком тоже, да мы просто, блядь, с Лёвой Рыбаком мы вообще дикие ленивцы, типа, мы вот встречаемся с ним и просто можем сидеть, жрать печенье и читать фристайл, типа, все, и, короче, ну, можно записать, типа, эти треки и, как бы, раунды, но с Прокилом мы уже их записали и скоро они будут. Баттл уже есть, конечно же, на Ютубе, набирайте, рвать на битах, и вы увидите баттл. Спасибо. Ксюха, тема на будущее. Ебашьте чередование, чередование 8 на 8 строк, чтобы не задыхаться. Слушай, короче, я не знаю, я думала уже об этом. Можно попробовать, это интересно, короче. Надо готовиться, просто было очень сложно готовиться с Максом нам, потому что мы репетировали всего два раза. Шарите, типа, за все время, что мы писали текст, мы репетировали один раз в Москве и один раз в Питере, за день до этого, как мы приехали и на следующий день выступали, короче. Это не грязь, это спасть. Я шучу, это родненько. Вот. Я шла, не знаю кто, и, короче, круто, что тут общаетесь у вас. Схемы нет, не знаю, но вряд ли. Ну, блядь, может быть, ну, не знаю, короче, мне кажется, что у нас, типа, разница. Я не из этой, я не из их тусовки, типа, они меня, ну, типа, они пришли, вот, извините, сможете, типа, чисто поугарать, там, по своим делам, типа. Я, короче, просто не особо из этой тусы, и, как бы, блядь, вот, чтобы вы на меня не пиздели сейчас и не говорили, блядь, что я там какая-то пизда, да, я, короче, я не выложу текст в группу. Я просто не выкладываю текстом, мне вот это нахуй не надо, слушайте. И, короче, и я бы записала с Леной Раш вообще просто, блядь. Она, кстати, добавила меня в друзья, надо... Посмотрите мой батл В1, я вообще круто фристайлю, типа, если чё. Я, блядь, сейчас я не хочу мучиться, у меня есть новая колонка, кстати, очень крутая, от Самсунга и на улице. Это очень круто, потому что, ну, обзор сейчас делать не буду на неё, но мне подарила Самсунг, и мне было очень приятно. Точнее, я выиграла её, блядь, на фристайл батле, блядь, сама, своими же, блядь, силами. Лена Раш не зашкварт, Лена Раш очень хорошо читает, и очень крутая, тёлка. И, с В1, заебись, В1 очень круто, потому что мы разъебали в фристайле, ежегодный батл, который, ну, реально, блядь, ну, не знаю, посмотрите. Давайте, чуваки с Версуса приходите туда попробовать и разъебать. Мне интересно. Я знаю только одного чувака со слова, который разъебывает в фристайле. Это Нонград, он был судей их на последнем воде. Да, Лена Раш очень круто зачитала на Версусе. У неё ещё случились там траблы вообще лютые, которые несовместимы с батлом. Я не буду вам говорить, но это жёстко. Эрбел хуйня. Вот, с шумом я бы побатлилась, короче. А Лена Раш очень крутая, я бы с ней записала трек. Лаки Продакшн выступал за два дня до меня, или за день. А я, короче, приехала, и он, блядь, там опять поломался, короче, пиздец. У него, блядь, Лаки Продакшн это стабильный пиздос просто, блядь. Вот, и он, короче, чей не не батлил. И он заебал, он слился. Я пишу сейчас сольный альбом. Очень долго пишу, на самом деле. Пишу сейчас сольный альбом. Через пару недель я выпущу вам прикольный трек, который вы не носите, не, блядь, не носите, говорю, не, блядь, не знаю, не в моем стиле. Вот, и скоро выйдет. Любимый спиртной напиток? Игерь Мейстер. Рвать на пятах? Игерь Мейстер. На полусогнутых рыбал. Короче, Игерь Мейстер это мой любимый напиток. И еще там один есть. Я не учусь нигде, но я, блядь, очень плотно работаю, чуваки, пистос. Я работаю в театре, работаю в фитнес-центре, и это вообще очень жестко, типа, работаю с детьми. И все, что я могу сказать, потому что никто из... Ну, там есть пара человек с моей работы, кто подписан на меня в инстаграме, больше никто, потому что я жесткий батл рэпер, и это совсем не совмещается, короче, с моей работой. Чуваки, на самом деле, я занимаюсь... Я недавно начала заниматься, очень так заставляю себя, короче. Сегодня с утра я пошла на беговую дорожку на 40 минут, просто, ну, блядь, это просто был пиздот. Вот, сожгла духу о калории, и вот так вот читаю батл рэпер. Я не зазнал, взрываю... Называю Мози, она не идет со мной на батл, я живу в городе Матиши. Трек это крутяк, я живу в городе Матиши. Вот, я только не знаю, или это вот Московия, рядом, блядь, это очень Москве. Трек, конечно, будет трек, да, блядь, сейчас у меня сайт мобилы, и вообще ничего не будет. Короче, все, кто здесь всех. Короче, будет трек. Потом, что еще будет, про килограмм-то. Господи, такой BPM-ный трек, который выпустишь в следующем. Блядь, BPM, не могу даже сказать, это, короче, жесткая типа попса. Ну, как попса, это просто то, что прет из моего сердца, короче, вам понравится, мне кажется. Мози тупай, блядь, пизда, просто, ебанутый, наглуха, вообще просто, в свое интервью там говорит, то, что я фанатка, блядь, просто пиздец, хочу разъебать. Нет, я не живу с родителями, у меня в своей квартире. Вот прям моя-мая. Мози хуйня, так, приказ 227, хуйня, я в одном немецком фильме тоже видел, три месяца кружка и одну девушку. Блядь, чувак, короче, ты, блядь, вообще пизда, типа, ты, кстати, тип, который, блядь, дарит мне смайли, любой подарок вконтакте, я вам вообще очковаю. Вот, его нельзя много трекать, это круптяк. Мози, отношусь к хуйоу. Как относится к Никите Бошкину? Я не знаю, это кто такой. Никита Бошкин? Кто такой? Это вообще-то, не знаю. Пушка, жду трекинг, версус, что-то, ну, нет, версус, я не знаю, просто, я, типа, с ресторатором вот так вот ни разу не общалась, типа, ё, пацан, ты кто такой, типа, ресторатор, типа, кто ты. Вот, и мы, как бы, ни разу не общались, так сказать. В МТ-6, Ива, мне, кстати, нельзя пить, это большая проблема. Так бы я сгоняла к крутым чувакам и записала рэп. Сеймур или медь? Не понимаю, о чём ты. Добавлю в друзья, сейчас, ну, сейчас я буду всех добавлять, блядь. Видите, я не могу провести, меня все добавляют. Скоростные треки, не знаю, блядь. Я ещё еду, сейчас, блядь, вы вообще охуеть. Вот, сейчас, короче, про килограмм меня заебал, блядь. Просто, он, знаете, какой, блядь, дед заебистый, он просто вот так, блядь, ты заебала, пиздуй на студию, блядь, быстрее, нахуй. Записывай треки свои, блядь. Короче, ноунейм заебись на крысток похоже. Это на мышь, я буду знать. Вот. Нет, это вайпхантер похоже на мышь. А этот, не знаю, ноунейм, блядь, нормально они ебашки. Я, они же вдвоём, по-моему, тоже ебашки. Вот. И, короче, блядь, пиздец. В общем, это жёстко. И сейчас я поеду записывать тоже прикольный куплитос. Вот. И клёвый. Да вообще хочу в новом стиле пописать, но пизда-то, короче. А не прям, если, блядь, это стиль. Не считая собаки, я не посмотрела, блядь. Я посмотрела только один батл, пацаны, и то тоже в зале, когда бегал, короче. Я посмотрела один батл, и сейчас я посмотрела свой батл, естественно, сегодня, вот как переехал домой. Но ещё не смотрела, ещё посмотрю, потом можно на реалции поснимать. Про килограмм правильно говорить. Да, да он такой, блядь. Как тебе Playback Black? Не знаю, кто это такие вообще, блядь. Чуваки. Я, может, не помню просто, почему в Киев нельзя. Потому что я работаю, ну, типа, тусила на Тавриде, короче. Тавриды, это, блядь, молодёжный форум такой. В Крыму, типа, и всё, блядь. Охуенный чел. Да, в каком районе живёт в Матищах? Оп. Да в Матищах просто. Не буду говорить, в каком районе. Тут придёте отпиздите. Меня охуенно. Можно и за руками съедить. Запишем. Фит и не выступим. Это у нас часто так, блядь. Сколько грамм. Давайте похуй узнать, как тебе псайбой. Кто это такой? Рифм, без ебашки. Рифм, без ебашки. Да она старая уже. Ты чё, блядь, ебизда. Она не будет со мной. Она меня не любит. Я вообще против неё ничего не имела. Она начала на меня выёбаться. Я думаю, пошла нахуй сейчас. Она просто обиделась, ебать. Она ревнует. Потому что она старая пизда. Уже нахуй никому не нужна. Типа. А мы с Пракилой, типа, ебашим рэп. А мне вообще похуй, типа. Я с прапором, ну, типа, ебашь. Потому что он, типа, ну, мой кореш. Там вся хуйня, а мы будем ебашить. Типа, рэп вместе. Но так я вообще, типа, у меня главный рэпер, с которым я буду какие-либо чё-то делать всегда, это, блядь, Лев Рыбак. Это главный вообще, блядь, наставник мой по рэпу. И поэтому, блядь, только с ним что-то. Какие-то движения такие, блядь, просто. Так что, блядь. С Юлей Киви всё в порядке. Она, блядь, типа, ебашь. Там вроде на батлах, типа, меня звали. Короче, нет. Да я не пью вообще нихуя. У меня синяки по глазам из детства. Хотите, блядь, детские фотки вам покажу? Нет, я не пью. Ну, редко очень, пиздец. Блядь, ну, там, не знаю. Когда с подругами вижусь, там, раз, две, три недели. Я так, я занимаюсь просто, блядь. Вот, и пью всякую хуйню, типа. Поэтому, ну, типа, не пью, короче, алкоголь. Вот. Фит с Джекой. Кто там? Да не знаю, блядь. Вы хотите, блядь, можно записать Джека, кто там? И чё, он... Ну, я пока мне не приходила в голову просто. С козьяном тут, блядь, может выйдет сейчас. Ну, блядь. Чё-то он писал, хотел, блядь, надо записать. Фотки какие вы хотите? Блядь, детские фотки. Вы заебали просто, блядь. Давайте сейчас, следующая трансляция. Ну, я не хочу искать, блядь, сейчас идти, блядь. У меня тут мало фотографий. Ну, тут никого нет, блядь, только одна кошка. Скажу просто, что красивые глазки. Да, пиздец. Да вообще, пацаны, блядь. Да я пришла домой, посмотрела батл, меня просто такое писали и решила провести эфир. Вот, так я сейчас пойду в душ, блядь, и поеду на студию писать. Рад даже краситься не будет. Сегодня. Всё, проехали. Ничего, просто ответила на вопрос тому, чтобы понял, кто хотел узнать. Marvel и DC я смотрю только со своим младшим братом, потому что ему 15 лет, и его не пускают на фильмы с 18 лет. И мы с ним вместе ходим в кино, но мы, на самом деле, давно уже не ходили. Ну, я, короче, смотрела всякий, блядь, Дэдпул, блядь, это, как его нахуй, ой, простите. Короче, этот, мааа. Лига справедливости, там, блядь, Война бесконечности, ТОР, и всякое такое. Пересидекаться мы не будем, типа. Вот у меня есть парень, если что, типа, я его очень люблю, там, все дела. Вот, и, как бы, я пересекаюсь ни с кем, тут по делам. Подвал, тут подвал разъебал. Кирилла ещё в душе два раза. Кирилла ещё в душе два раза позвонит тебе. Да, конечно, блядь. За сколько написала текст? По времени? Да и долго писала. Да, да я вообще, блядь, да и то есть не тот момент в жизни у меня был. Я, короче, ну, писала рэп, типа, злая, это котелка. И, короче, у меня появилась любовь в жизни. И мне было очень трудно писать этот текст, типа, во время того, как у меня, типа, была любовь, потому что это зло, короче. Пареньки? Нет, это не Лёвры Пак. Лёвры Пак, это, блядь, отец вообще просто. Вот, вот, Килла, приди. Привет, Сурфуик. Уфи, привет. Какие книги посоветуешь? О, вот это, кстати, ко мне вопрос. На самом деле, я, короче, я всегда любила читать русскую классику очень, и поэтому не читала никакие больше книги. В основном только это, а потом начала читать, вот, как с Рыбаком начала общаться, начала всякую дичь читать, поэтому, если вы хотите почитать дикую литературу какую-то, совсем просто дикую, то почитайте Евгения Алёвкина Третью Штанину, это сборник очень интересный, вот, и если что-то попознавательное, повлекательное, можно Тибора Фишера почитать. Я прочитала, вот, зимой, когда мы были, блядь, на гастролях, коллекционную вещь, и с этого у меня всё началось, а потом я прочитала, вот, буквально недавно его книгу «Классно быть богом». Это тоже очень интересно, там такой хасл просто, пацаны, типа, там чуваки, блядь, в 80-х просто хаслят, блядь, продают наркотики церкви, блядь, ага. Вообще, короче, у меня будет трек, вообще, очень сильно, я считаю, литературу влияет на музыку, которую ты пишешь, потому что это пиздец. И я не представляю, каким должен быть мой рэп, учитывая то, что сейчас я читаю Пелевина с «Нап». Мне стало интересно вообще почитать Пелевина, Пелевина, это же, блядь, вообще, просто, дичь, дичь просто. Когда я рассказываю про книги, у меня отключаются люди. Пошел охуенный батл, бобки у... Вы просто отключаетесь, я решила представить у меня, что это. Я... Нет, не хочу, хочу, я сегодня мало спала. Хочу, сейчас. Уже где-то две недели я не ем мясо, да, ты сосиски. Сегодня я встретила охуевшего таксиста, серьезно. Он, типа, меня узнал. Я говорю, как так он, ты наполняла полный зал эмоциями охуенно, когда ты читала. Я говорю, нихуя себе, я даже не знала. То, что я имею честь так близко оказаться самым крутым таксистом, который может задинить клевый речитатив. Я считаю то, что надо читать много книг, чтобы читать красиво и рифмовать слова. И сейчас, дорогие ребята, я обращаюсь именно к вам. Когда говорю про книги, вы отключаетесь почему-то. А я считаю то, что читать книги, это круто снаружи. Когда ты выглядишь начитанным типом, это, конечно, не круто. Но потом, ты знаешь, все, что будет в жизни происходить. И если кто-то когда-нибудь на тебя напиздит, то ты сразу сможешь найти отмазу книги. И когда начинает заполнять твой разум, все становится лучше, больше словарного запаса. И я чувствую себя достаточно прекрасно. Но сейчас зачитать и прокачать вас без мазы. Мне страшно, бит не такой. Ксюшу бы сейчас хотели бы ударить в лицо ногой за то, что такой рэп читать вообще бесполезно. Зачем ты, дорогая, в батл рэп полезла? Тебе там нет места, там тесно давно уже. Когда твой рэп перестанет до наших ушей доходить отвратительным каким-то свистом. Девочка, ты уже похожа на глиста. Пизду, иди, пожалуйста, дорогая. Половина моих слушателей даже ударений не знают. Не знают, как знанники припинания ставить. А я всегда бру за свою стаю. Вы устали? Наверное, это слушать постоянно. Но, если честно, в моем рэпе нет ни одного изъяна. Каждую рану я затяну или посыплю солью. Потому что Ксюша с кровью свежей выходит на батл прямо изо рта. И никто не заставит меня читать перестать. Ксюше, респект, охуеть, я так не могу. Если хочешь, я тебе принесу бумагу. Тогда ты напишешь себе несколько заготовок. А я тогда сделаю саундчек. Проведу его и зачитаю прямо на ходу. Да, я могу рифмовать и там, и тут. Если мне предложат, например, в руки взять метро. Тогда мгновенно Ксюша накроется рот. Оттуда польются удивительные слова. И тогда у каждого в зале прокачается голова. Класс, это просто офигенно. Я на море сейчас. Хотя на кухне испытываю горе. От того, что у меня сдают реально нервы. На моей кухне в мытищах даже нет кондиционера. Чтобы немножечко меня охладить. Поэтому я не могу остановиться, пока играет этот бит. Вы будете бдить, что нельзя так читать. И я считаю то, что девочка просто мечта. Вы мне не читай. Перечитай, попробуй меня. Если ты хочешь, то можешь унять. Но не получится, если захочешь. Я тяну этот рэпчик за кончик. Я тяну его, как ниточку, прямо изнутра. Я начинаю читать брестайл уже с утра. И каждый рад послушать. Это серьезно. Потому что надо мной сошлись звезды. Когда я родилась, сошлись четыре звезды. Такого не было. Мне за вранье дадут пизды. Но дым это сделал со мной. Мне приснилось это. Я почувствовала себя героем. Речитативно, чтобы выходить на сцену постоянно. Я ни разу не делала это пьяной. На самом деле, вы видели меня только трезвой. Поэтому я читаю так клево и резво. Единственная проблема, но ее уже нет. Раньше я вообще-то курила сигареты. А теперь я их бросила. И теперь отдыхалка лучше. Я считаю, что каждый свое получит. Когда придет на баттл и послушает нас. Я считаю то, что рэпчик это вообще просто класс. Переключай, переключай, если не хочешь слышать. Да, иногда у меня в микрофон бывает отдышка. Но я стараюсь это заглушать. Поэтому, когда я читаю, ты мне не мешай. Не дает тебе права решать, кто первый. Я ухожу, сдают нервы. Ухожу из рэпа. Меня все бесит. Ребята, когда уже за рэп будут платить пенсию? Не весело, когда такой труд не оплачен. Я бы построила себе дачу. Уехала туда после нескольких альбомов. А так у меня даже не будет собственного дома. Как я могу вообще сочинять песни? Если, блядь, мне никогда не заплатят пенсию. Ну да, это было бы достаточно странно. Они могут и так сделать пенсию для наркоманов. Потому что они и так много не сожрут. И до пенсионного возраста точно не доживут. Это абсолютно точно. Я считаю то, что каждую ночью мы должны тусоваться. Это не заготовка, ребята, а импровизация. Другой бисточек вошел. Я чувствую себя очень хорошо. Не нашел никто во мне ничего плохого. Я читаю круто и клево. Рэпа клева тоже это бы заценил. Я как про Акил Аграм. Как именно он. Он читает на микро. А я прямо в домофон, когда захожу к своим друзьям. И тоже зачитаю. Они говорят, Ксюша, пожалуйста, перестань, Йоу. Перестань, Йоу. Ты как Каньо. Постоянно читаешь рэп. Я говорю, он рыба гей. Они говорят, нет, что ты несешь. А вы знаете, что по нему видно. Кто знает, что Кеннивест это гей рыба. Тот точно подпишется на меня. Я обожаю Суас Парк и это не унять. Я обожаю мультики. Мне надают по морде. За то, что постоянно смотрю Дома Рик и Морти. И ничем не занимаюсь больше вообще. Я бы осталась у своих корешей на ночлег. Только в том случае, если бы они смотрели Время Приключений. Они, блядь, каким-то ебаным общением занимали свое время. Да, это Битос. Он отличный Битос. Он отличный Битос. Он отличный Битос. Он отличный Битос. О, о. Меня вчера как-то пригласили на Face and Lace. Вот это понятно. Это какая-то тюрьма дня. Face and Lace идет уже два дня. Но почему-то меня позвали один раз. И то слился. Это пидорас, который позвал, сказал, что все будет пиздато. Меня, конечно же, звали выступить на батл. Но в итоге этот тип слился почему-то. Я говорю, что случилось, но кому-то он отдал мое место на этом батле вроде. Я говорю, что какой-то уродец занял мое место у микро. Не понимаю, я могу доказать, что я лучше прямо во фристайле. Они слились, не отвечая на сообщения. Я говорю, что за хуйня это предречение было. От того, что такое будет. Мне вообще говорили люди. Больше не фристайли и не ходи на баттли. Но я это обожаю делать. Истинная правда. То, что я люблю разносить оппонентов. И я знаю, что у меня конкурентов вообще нет. Я, да, конечно, знаю King Size. Этот парень мог выносить меня раньше сразу. Теперь, чтобы вынести, надо постараться. Мы, кстати, с ним давно перестали сраться. В любой ситуации находим мы ее решение. Поэтому, считая то, что ваше мнение, нам нужно услышать по поводу фристайл-мастерской. Кто-то мне говорит, я туда вообще ни ногой не пойду. Я стесняюсь или мне не хочется. Когда мы читаем, все говорят, когда это кончится. На самом деле там весело и интересно. Тебе стоит поднять свою жопу с мягкого кресла и прийти туда и почитать фристайл с нами. Ты тогда запляшешь и руками, и ногами. Тогда своей маме начнешь читать постоянно. Она скажет, сыночек, ты че пьяный? Что с тобой? Ты что, наркотиками? Ты уже две недели не убирал за своим котиком? Ты забыл про него? Ты постоянно читаешь рэп. Раньше был сын, а теперь его нет. Теперь какой-то рэпер непонятный с набок панамой. Это как-то странно, мама. Теперь я не понимаю, почему этого парня все время принимают. Кстати, даже если ты не будешь в пламе, тебя примут, если ты идешь в Панаме. Это я вам отвечаю. Если ты проблем ищешь, тогда надевай Панаму и приезжай в мытище. Тут по-любому какая-нибудь тачка остановится. Ты такой подумаешь, что за хуйня? Что за хуйня? Почему остановились? На самом деле вы с пацанами еще не накурились даже ни разу. Они остановились уже. До рыбака дошел уже ушей. Мой фристайл, он скажет, он неприятен. На самом деле, братан, он просто невероятен. Я учусь у тебя, поэтому ты знаешь. Как я фристайлю, так ты фристайлюшь. Как ты читаешь, так же и читаю и я. Поэтому сейчас вообще нихуя не получилось сделать у меня нормально. Я тебя стесняюсь, братан. Блядь. Блядь. Это хуйня. Я не понимаю, брат. Я стесняюсь тебя, но не стесняюсь этих ребят. Не стесняюсь толпы, не стесняюсь никого. Но тогда читаю без тебя. Не могу качать головой. Когда ты смотришь на меня, вообще издалека у меня не получается. Сосредоточиться никак. Потому что на твоем лице рука, на твоем аватаре. И мне кажется, как будто ты смотришь, как кого-то жарят. Или что-то на фоне сзади моей головы. Короче, как будто бы ты такой, увы, увы, но не получилось оправдать надежды на нее. Я думала, это не наеб. То, что скоро она станет лучше, но сейчас пиздец. Как будто на лице руку держит отец. И я не могу. Мне очень не получается сосредоточиться. Я думала, блядь, когда же это кончится. Мне хочется ответить тебе, где я сейчас. Но не получается сделать это каждый раз. Короче, блядь, у моей сестры вчера был день рождения, кстати. Я исполнила, знаете, сколько, 18 лет. А еще она, блядь, конченая пизда, типа. Не, не конченая, я ее люблю пиздец. И у нее есть ребенок. Это мистер Ипак. Я, конечно, блядь, вы слышали? Вот, лев, они тебе сейчас докажут, ёпты. Вы слышали, что я говорила про этого человека? Вы слышали? Жи пиздец, Женя. Мне звонит Женя, мне надо открыть. И на самом деле, братан, я еду на студию, короче. Вот. И, короче, я еду на студию писать рэп. Вот. Ай, потом я, может быть, заеду. У меня затекла нога. Пиздос, пиздос, пизда, мои ноги. А, блядь, я все пиздец. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а, лев мой братан. Сердобрат. А-а-а, блядь. А-а-а-а-а. У меня затекла нога, я ничего не могу сделать. Конечно, я. А-а-а, не Машкин. Конечно, я. Все, пацаны, не пиздить. А-а-а, лев, рыпалка лучше, Машкин. Все, короче, пацаны, все, охуенно было, блядь. Рэп был клевый. Все, было классно. Я пойду открою свои подружки, блядь, Женя. Не вырубите нахуй фон Сука, блять А у меня стекла нога, пцены Это жёстко Пойдёмте откроем тогда вместе, Женя, что ли Блять, вот сейчас мне позвонил Рыпак Лёва и прервал Наш разговор, блять, просто Взял и отвлёк нас Ну, блять, он такой, я думала, типа, прощалась Типа, всё Ну я ещё с вами не прощаюсь, пойдёмте откроем Блять, моей подружки Женя Блять, вы мне нужны эти тапки Ключи я уже нашла Блять, надо ехать, вообще пиздец, дом, бардак Я вчера готовила очень много блинов Типа, как А мне вообще нельзя есть блины, потому что я сушусь Типа, блять, какая-то хуета Короче, одеваю кроссовки, блять Не найду тарп, едем кроссовки Что-то мне пишут, много народу, блять Подключайтесь всё в трансляции Чё вы, блять, пишете там Давайте смотреть, что мы транслируем Мы их делаем, блять Евгений Алёхин Третья штанина Почитает тарпака Совет книжки, совет тарпака Ещё можете почитать, если вы совсем перекрытый То и Тимти Лири можете почитать Но это больше научная литература С кемосами сейчас вот еду писать С кемосами Дымофон не работает, нихуя Да, чинить мне дымофон, блять У меня не работает он, нихуя Ну типа, он звонит, да? Открыть я не могу Сейчас мы откроем эту пиздёхи Она тупая, вот Кстати, если чё она тупая, пиздец Надеюсь, у меня не сядь тайком, вы её убите Она пиздец Смотрите, тэшки, это не мои, блять Базари, вообще, какие-то долбоёбы, блять Я никогда в своём лифте не тиграю, блять А ещё у меня в лифте связь не пропадает Или пропадает, я не знаю Может быть, у меня не видят сейчас Не, они пушуют, нахуй Её, сейчас тупая Она тупая, то есть кончина Я вообще не знаю, если бы её убить Почу Мы ещё сейчас, как жёны, блять Она вообще, пиздец, кончина Сейчас Сейчас Всё, всё, всё Всё Я тебя пошлёт, я бы Пошла нахуй Пошла нахуй Пошла нахуй Пошла нахуй Она сбросила трубку и послала меня нахуй Я пришла и пошла тебе ответ Слуха Привет, моя подружка, любимая Привет Я же говорила, она конченная Надо 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 Ты смотрела вверх? Да Я рассчитывала на то, что ты будешь внутри Всё, пойдём Всё Всё Берём эту конченую Берём эту конченую с собой, да 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 Я, да, я девственница И Женя тоже Там, блин, кстати, столкнулась такси с каким-то чуваком, чувак Хачик И он меня чуть не передавил, там толпа такая стоит И он на меня едет, они такие Он рулит, он рулит, он смотрит за дорогой, на него смотрю, но вообще по-моему всё равно они смотрят И таксист там бедный страдает, там целая толпа собралась, понимаешь, оказывает Хоббов нет? Нет, полков нет Главное, что окаббов нет Потому что у него там бузы мыли по-хоббам, таксист остался неправ Главное, что нет окаббов Короче, всё Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!